Приветствую! Мой военный билет недействительный? С таким вопросом очень часто обращаются ко мне люди. И этот вопрос вызван следующим. Они знают, что было принято постановление 559, где утверждена новая форма военно-учетного документа, где предусмотрен военный билет в электронном виде, так называемый ВОД, военно-учетный документ или украинский висково-обликовый документ в электронной форме. И там есть условия недействительности, в том числе и по срокам действия этих документов. И вот мы сейчас с вами разберемся, какой же военный билет недействительный, какой срок действия у вашего военного билета, и что нужно делать, если военный билет недействительный. Итак, начинаем с вопроса, а какой срок действия военного билета. Если человек, например, получил его в каком-нибудь там 90-м году, 2000-х, а есть люди, которые там в 80-х годах получали военные билеты, там есть соответствующие записи. Они что, недействительны на сегодняшний момент или все-таки действительны? Ответ на этот вопрос содержится в пункте 2 постановления 559, где четко сказано установить, что військово-обликовые документы, оформленные до набрания чинности цією постановою, вважаются действительными на всей территории Украины до выдачи військово-обликового документа нового взросла. Соответственно, вывод мы какое делаем. Если у вас военный билет выдан там хоть в 87-м году, он на сегодняшний день все равно действующий. И у вас нет там какой-то острой необходимости при этом идти и его менять на новый военно-учетный документ. Ну, понятно, что у вас может быть вопрос там о внесении вас в обырих, да, поскольку вы выехать хотите, либо там отсрочку получить, но это другой вопрос. Причем очень часто люди, которые приходят со старыми военными билетами, им просто формируют запись в обырихе про них и в этот военный билет вклеивают штрих-код. Либо в темчасове посвящение військово-зобов-язаного. То есть, если у вас такой документ временное удостоверение, даже если там указано, например, что вы должны были пройти ВЛК, например, там в 17-м году, это абсолютно не значит, что военно-учетный документ уже недействительный. Это просто значит, что ВЛК вы должны были пройти там в 17-м году. Сам военно-учетный документ действительный и все нормально. И да, напомню, его нужно носить, потому что это обязанность теперь всех у нас, да, с 18-го мая. И если вы его не носите с собой, то это штраф. Но идем дальше. А что если вы через резерв плюс, либо через ДИЮ сгенерировали ВОД, и там указан же срок действия этого ВОД? Вот что делать, когда этот срок закончится? Да, кто сейчас такой задался вопросом, в смысле, через ДИЮ можно сгенерировать военный билет? Да, можно. И в описании к этому видео я оставлю ссылочку. Вы потом, когда досмотрите этот ролик, перейдете по ссылке и посмотрите, как вы можете бесплатно абсолютно за несколько минут практически сгенерировать военно-учетный документ, даже если у вас нет резерв плюс, даже если вы не были в ТЦК там уже лет 20. Но, правда скажу, это доступно не всем. Не у всех это получается. Но пока вот по моим ощущениям, по отзывам людей, но это получилось просто у огромного количества человек. Поэтому перейдете, посмотрите видео, попробуйте. А мы пока возвращаемся к нашему вопросу. Какой же срок действия электронного ВОД? Ответ на этот вопрос содержится тоже в постановлении 559, но в пункте 7. Давайте его посмотрим. А в пункте 7 сказано, строк дии ВОД в электронной форме становить не больше одного року с даты его формувания. Что это значит? Это значит, что если вы там сегодня 17.09 будете генерировать ВОД, то у него дата действия будет указана 17.09.2025 года. Через год. Но, но, есть люди, которые получили уже сейчас военно-учетные документы, и, например, там стоит срок действия месяц. Почему такое могло произойти? Потому что мы читаем вот этот пункт 7 далее. А далее здесь написано. Та не может перевищивать строк дии от строчки від направления для проходжения базовой військовой службы для призовников, або от строчки від призову на військовую службу під час мобилизації на особливый период бронювання для військовозобов'язанных та резервистів. И в итоге, вследствие вот этой формулировки, которая, кстати, появилась не сразу в 559 постанове, мы сталкиваемся со следующим. Люди, которые уже оформили отсрочку, и отсрочка внесена в резерв плюс, при попытке сгенерировать военно-учетный документ, получают следующую запись. Военно-учетный документ действителен в течение месяца. Вот так. И, собственно говоря, мы какой вывод здесь делаем? Резерв плюс уже адаптировали под вот это требование постановления. И хотя толковать можно по-разному вот этот седьмой пункт, ну, мы понимаем, как они подошли. Проблема ли это для вас? Нет, это абсолютно не проблема. Почему? Потому что дальше, когда вы получите продление своей отсрочки, вы снова через резерв плюс, либо через ДИЮ сгенерируете новый военно-учетный документ, и его срок действия, соответственно, будет тоже там, ну, какой-то в рамках вашей отсрочки. Ну, по сути, в рамках вот тех трех месяцев, на которые сегодня максимально дается отсрочка. И вывод для себя мы какой делаем? Это не проблема. Вот так работает резерв плюс. Они подгоняли это под постанову 559, и все окей. Но надо вот этот момент запомнить для себя. И касается он, запомнить нужно тем людям, которые хотят выехать из Украины. Потому что вот как раз вчера пришел отзыв от человека, который столкнулся с этой проблемой на границе. И пограничники к нему придирались, мол, почему у тебя срок действия ввод меньше, чем твоя отсрочка. Ну, вот так работает резерв. И в этой ситуации нужно просто, я не знаю, взять, заскринить вот этот пункт 7 из постановы 559. И если вы на границе столкнетесь с этой проблемой, ну, вот поясните это пограничникам. Но думаю, что в скором времени у них будут свои разъяснения по этому поводу. И они уже все будут в курсе того, что происходит в этом вопросе. Подводя итоги, скажем следующее. Военно-учетный документ в бумажной форме, будь то военный билет или временное удостоверение военнообязанного, оно действует даже сейчас. Несмотря на то, что оно там может быть выдано в 2000 году, в 90-м, в 1980-м. Не важно. Он действует, этот военный билет, и все записи в нем имеют юридическую силу. И нет острой необходимости менять его на новый военно-учетный документ. Электронный военно-учетный документ, ввод, сгенерированный через резерв плюс, либо через ДИЮ, действует ровно столько, сколько в нем непосредственно указано. И что нужно сделать, чтобы продлить его срок действия? Просто сгенерировать новый. То есть, когда у вас заканчивается срок его действия, вы заходите в резерв, в ДИЮ, генерируете новый ввод, и срок действия таким образом продлевается. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Информации там больше, и появляется она оперативнее, чем в YouTube-канале. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok